Девушки отдыхают 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 Ты, главное, не переживай, хорошо? Прощайте, я на крышу. Опять 25. Ёперный театр, ну первый раз тебя, что ли, не научил то, что это не работает, когда ты с крыши спрыгаешь? Ну я же тебя словлю, Шура. Я ей никогда в жизни не понравлюсь. Меня никто не любит, я никому не нужен. Мы тебя с Кузнецом любим. Кузнец, мы же его любим как друга. Мы тебя любим. Главное, с крыши не прыгай, Шура. А то если я промажу и не сломлю себя, ты себе точно что-то сломаешь. Прощайте, мои друзья. Шура, ну ты дурака-то, кусок, господи. А, и сам его еще дальше швырнул, чем он с крыши упал. Шура, ну ёперный кокос. Ну перестань фигней страдать. Ну если Вероника тебе вот это не хочет с тобой встречаться, ну ты другую девушку найдешь. Ну кузнец, ну скажи ему что-то, только умная. Я не такую туп-тупую тупизм, как ты только что сказал. Что сказать? Он безнадежен. Ну если это Кузнец горит, тогда Шурик точно безнадежен. Шура, ну ты не тип Вероники. Ну другие мужики нравятся Веронике. Я же тебе говорил. Ну не подходишь ты ей. А я не во вкусе Вероники. Эх, ну как тебе сказать. Подойди сюда, Шура. И ты, Кузнец, тоже сюда подойди. Шура, вот на секундочку. Ну взгляни на себя. Ну вот посмотри на себя. Вот посмотри со всех сторон. Посмотри. Ты с первой серии магии ходишь в одной и той же рубашке, в одном и том же комбинезоне. Ты его даже ни разу не стирал. На тебе очки больше, чем твоя башка. Ты немножко пухленький, потому что ты вечерами любишь точить по 80 пельменей за один раз. Я тебе говорил, что к добру это не доведет. Ну и ты стеснительный. Ну я же говорил, что Веронике нравятся огромные, здоровые, накачанные мужики без очков. И чтобы самое главное, они были уверены в себе. Понимаешь? То есть я ей никогда в жизни не понравлюсь? Ну почему никогда, Шура? Ну если ты похудеешь на килограмм 30, накачаешься, снимешь очки, немножко подрастешь на сантиметров 15. Вот этот комбинезон сменишь на какой-то костюм, то у тебя будут все шансы. Ты красивый голубоглазый мужик. Но пока, да, ты, наверное, никогда в жизни не понравишься. Да. Ну тогда я опять на крышу пошел. Нет, Шура! Шура, стоп, 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 стоп. Иди сюда, подойди сюда, подойди сюда, подойди сюда. Ладно, кузец, надо брать все в свои руки. Шура, дай мне одну попытку, один шанс. Я все устрою, я организую тебе, Веронике, свидание. Я постараюсь сделать все, чтобы она в тебя втюхалась. Если после моего свидания Вероника тебя опять пошлет куда подальше, значит, это была последняя попытка, когда мы пытались свести тебя с Вероникой. Один шанс. Дай мне, пожалуйста. А уже после этого можешь отправляться на крышу, если он не сработает. Хорошо? Хорошо. Последняя попытка. Если не получится, я на крышу. Ну все, Шурик, договорились. А сейчас, мужики, мне нужна ваша помощь. Кстати, барон, твоя помощь тоже нужна. А что ты тут в жопу сидишь? Давай, давай, вставай, подойди вот сюда. Короче, мужики. Шура, ты пока отойди в сторону. Подойдите вот сюда. Барон, тебе скажут, что у тебя в этой жизни много женщин было. Короче, организуй Шурику лучше свидания в этой жизни. Накрой стол. Вот это бокалы шампанского. Позови музыканта, чтобы там цветы были вокруг, где-то в центре города. А мы пока с кузнецом организуем все другое. Хорошо? Помоги как друг другу. Все, давай, побежал. А ты, кузнец, найди двух огромных лошадок. Одну полностью белую, а другую полностью черную. Для Вероники и для Шурика. А я пойду делать другие дела. Ну а ты, Шура, у тебя самое важное задание. Просто пойти нормально одеться. Найди какой-то костюм. У нас в городе дофига всяких магазинов. Магазин одежды здесь точно есть. Поэтому найди костюм и сними этот уже проклятый желтый комбинезон, от которого тошнит. Цвет, цвет просто какой-то протухшей картошки, честное слово. Все, давай, и без костюма не возвращайся. Так, а у меня дела поважнее. Если Шурики хочет стать качком, который снимет свои очки и вырастет на 15 сантиметров, вряд ли он это сможет сделать всего лишь за одну серию. И вот в таких случаях нам на помощь приходит зельеварство. Этот самый продавец зелий, он и не такой чудил, он меня превращал вообще в других людей. Поэтому помочь накачать Шурика и улучшить ему зрение за одну серию он точно сможет. А где, кстати, этот мужик? Э, это продавец зелий, я даже не знаю, как его зовут. А он, походу, на втором этаже, как, как, и, опа, и вот это, и в прошлый раз. Так, мне тут помощь твоя нужна, ты где? Э, что там, зелье не по плану пошло, да? Ой, это, походу, щепотка соли была лишняя, да и паучий глаз переварил. Ну, наверное, наверное. Ну, ты бы, главное, зрять, у тебя чего больше здорово ядрить колотить. Мне тут это... Мне тут помощь твоя нужна, мне экстренно, срочно надо скрафтить одно зелье для моего лучшего друга, чтобы он тёлке понравился. Ну, в принципе, можно. Но только здесь нужны три особых ингредиента. Первый. Одно сердце утопленника. А, ну так это просто. Так у меня даже есть сердце утопленника. Вот оно, я давно выбил. Забирай. Давай второе сразу. Второй. Двадцать серебряных монет. Сколько, сколько? Двадцать серебряных... Ё, вы зажрались в этом городе, честное слово. Ладно, держи двадцать серебряных монет. А третье? Третий. Мне нужно твое одолжение. У нас на выходе из города завелся циклоп, который не дает покоя мне и другим жителям. Убей его или прогони из города. И мы с тобой в расчете. Циклоп, говоришь? Это же вот эти, у которых один глаз на лбу. Слушай, а может я тебе еще двадцать серебряных монет сверху накину? Не буду просто ни с каким циклопом сражаться. Это как-то слишком жестко. Убей циклопа и потом приходи. Ну ладно. У этого, у Шурика все сложилось с Вероникой. Он больше мне не ныл то, что вот это его бабы не любят. Циклоп, значит, да? Ну ладно, если я тролля вот это убил циклопа, я тоже убью. Но проблема в том, что я циклопа в жизни-то даже не видел. Я говорю, я максимум о них что знаю? То, что они прям огроменные, голые. И у них огромный глаз на лбу торчит. Но только здесь я его чего-то не вижу. Но походу вижу то место, где он жарит свой будущий ужин. Ядрить меня в пупок. А давай сразу по-хорошему. Просто сдрысьте с этого города. И мы с тобой в расчете. Я тебя даже пальчиком не трону и не убью. А? Не? Походу, ты не согласен? Ну тогда испытай на себе всю мощь моей новой палочки. А! А? Ну походу я тебе просто пятку почесал, да? И не... Да-да-да-да-да-да-да-в- Ладушки! Ладушки! Да чёшь ты этих странных троллей-циклопов? Даже магия-то не берёт! Так, ладно, план... План Б. Кузя! Летит! Летит голубь мой огненный! Кузечка, слушай, как мы с тобой давно не виделись! Кузя, мне тут, как бы, помощь твоя немножко пригодится. Мне тут циклопа прогнать из города надо. Ты видишь огромное вот это дылдопереросты, что там стоит? Ты же вот это огнём дышать умеешь? Ну, тогда давай сюда за мной подойди и поможешь мне от него избавиться. Стоит там, жрёт свою свинюху и даже вот это внимание на нас не обращает. Эй, ты, неандерталец одноглазый, испытай на себя всю мощь моего дракона Кузи! Кузя, давай, жги его по полной программе! Это жги ему всё, что только сможешь! Давай, Кузечка! Всё, 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 хватит, хватит, Кузя! Да ему вообще посрать! Сваливаем отсюда, Кузя! Да его никакая магия не берёт! Его никакой огонь не берёт! Его ничего не берёт! Я уже не знаю, как с ним справиться. Ладно, Кузя, ты большой молодец! Держи, у меня тут есть немножко вот это... Немножко мяса, всё, давай, улетай отсюда, голубь мой пернатый, крылатый. Всё, давай, Кузя, спасибо! Ну не, чё-то я, походу, погорячился, когда сказал этому Зелевару то, что я смогу циклопа убить. Да какой с меня вот этот циклопа-убийца? Да я тролля даже убить не смог! Ну, придётся Шурику до конца жизни одному быть. О, здорово, это Серёжка. Ну, пойду сейчас ему скажу, то что, ну, Шурик, ты, конечно, извиня... Серёжка? А ты-то куда идёшь? Там же циклоп за городом! Не дырить, колотить! Ты тут башкой своей чокнулся! Ты не видишь, что там громадный бык одноглазый у нас за городом тусуется! Ты куда пошёл? Я гулять иду! Какой гулять? Там циклоп, Серёженька! Если ты кокнешься, то твой батя-кузец меня потом кокнит! Нет, ты туда гулять не пойдёшь! Какой ещё циклоп? Сейчас разберёмся! Куда, Серёженька? Да ты, да ты, стой! Да развернись и сваливай отсюда, пока ты лишней фигни не начудил, Серёженька! Эй, ты! Дылда одноглазая! Уходи из нашего города! Да это он не вам, молодой человек! Это мы тут просто мимо проходили! Ты что делаешь, Чупакабра мелкая? Серёжка, ты что сделал? Ты ему только что рогаткой глаз выбил? Так у него он и так один и был! Сейчас он вообще слепой стал! Ну я же говорил, что разберёмся! Матерь божья, да ты походу воин лучше, чем твой батя кузнец со своим топором Ну все, пошли тогда за зельем Шурика и будем тащить его на свиданку к Веронике Вот я и разобрался с циклопом Ну как я разобрался, пятилетний шкет с ним разобрался, но я зато просто наблюдал Так, мужик, зельем вот это, я, все, я, 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 я кокнул, я, я кокнул этого циклопа Ну вот не я его кокнул, друг мне мой помог, вот этот мой малолетний Ну все, он ушел с города, да тем более еще и глаз свой потерял Поэтому давай, зелье на бочку гони быстро, времени очень мало Тогда вот, держи твое зелье Зелье красоты, удача на 5 минут На Шурику точно удача понадобится, чтобы Веронику склеить без удачи Он вряд ли сможет с ней замутить Все, спасибо огромное, я тогда пошел Надеюсь то, что Кузнец, Барон справились со всеми своими заданиями, которые я им дал Они где-то здесь должны быть И Шурик придет в нормальном человеческом костюме А не в своем задрыпанном комбинезоне Опа! Вот это я понимаю званый ужин Настоечка из лимона с сахаром и фруктики А музыканты-то где, Кузнец? Мы с Кузнецом сами себя забабахаем, не переживай Ну, я надеюсь, что Веронике понравится такая музыка, хотя это вряд ли Так, Шурик, где Шурик? Аааа, бежит, бежит, бежит Ооо, только на него посмотрите, какой, ну чё, Кузнец, чё, Барон? А? Сможет этот Веронике свои понравиться или нет? Ну всё, Шурик, если тебе вот это зелье не поможет, давай пей его Тогда тебе в этой жизни больше ничего не поможет Но ты главное помни Зелье красоты это только зелье красоты Всё зависит от того, как ты будешь общаться с Вероникой Поэтому не стесняйся, а выпивай зелье и цепляй тёлочку своей мечты Давай, Шура! И как ты себя чувствуешь? Сработало! Шура, сработало! А ну, очкидай, снимай себя! Едрёнок, кочерыжка, господи, ты помилуй! Да я рядом с Шуриком, просто муравьём каким-то кажусь Да даже кузнец вот этот накачанный кажется моим маленьким Ну, Шура, это точно должно сработать А если Вероника на тебя не клюнет, тогда точно какая-то другая баба клюнет Шура, ну если Вероника в тебя не втюрится, тогда я в тебя втюрюсь А, ну или так Ну, если не с Вероникой, тогда замутишь Тогда с кузнецом замутишь Ха-ха-ха А ну, пацан Тре, наваливайте рок-концерт! Субтитры подогнал «Симон»!